В день крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа после праздничного богослужения, традиционного крестного хода к реке Кубань и освящения воды руководитель ипархиального отдела религиозного образования и катехизации протери Александр Игнатов посетил ежегодный крещенский концерт детского хора Кубани, который состоялся в Краснодарской филармонии. Мероприятие открыла министр культуры Краснодарского края. Только собственным примером, как всегда говорит отец Александр, мы можем что-то дать своему ребенку, нашим воспитанникам, своим детям дома. И я каждому старшему хочу пожелать, чтобы только личностью, личностью души, личностью поступка мы сегодня учили наших детей. Потому что можно вырастить прекрасных врачей, прекрасных поэтов, музыкантов, писателей, композиторов. Но надо, чтобы наши дети стали хорошими личностями, хорошими людьми. Я всем нам желаю, чтобы Всевышний Господь нас вразумлял, давал нам силы, давал нам разум, то, что нам нужно делать каждому на своем месте. А мы давайте слушать сердечно Господа и идти за Ним, потому что все не по нашей воле, а Его. Но у нас есть выбор, какими быть хорошими, талантливыми, профессиональными детьми и педагогами с праздником. Отец Александр поздравил участников с праздником Богоявления и обратился со словами на будствие. Сегодня мы собрались прославить крестившегося в Иордане Господа нашего Иисуса Христа. Ведь каждый из нас в большинстве своем крещённый человек. Я хочу попросить вас, поднимите руку, крещённые. Вот сколько нас, смотрите, ты, я, он, она, вместе, целая страна, вместе мы, сто тысяч, я. Да, опускайте. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы каждый из вас в крещении понимал, что вы уже не такие, как прочие безбожники или неверующие люди. Ведь среди вас есть такие, которые ругаются скверными словами, плохие поступки делают. Сколько таких, которые не знают Бога. Потому что если человек крещённый и знает Бога, он старается следовать его святым заповедям. А что значит следовать святым заповедям? Слушать Бога и выполнять его завет. Вот, например, сказал Бог, чти отца и мать твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Слушайте своих родителей. Мама сказала, не беги, а он побежал. Мама сказала, не прыгай отсюда, а он прыгнул. Мама сказала, не делай то, а он сделал. Мама говорит, не увлекайся гаджетом, а он увлекается. Вы знаете, как они называются? Гаджеты. Представляете, какие они? Поэтому, дорогие мои, возвращаемся к нравственной, интересной, культурной, красивой, внимательной друг к другу жизни. И я хочу завершить напоминание вам о главном священном Евангелии, который принёс нам Христос. Его золотым правилам нравственности. Его так называют даже светские и некрещённые люди. Никогда не делай другому того, чего ты не желаешь себе. Никогда не делай другому того, чего ты не желаешь себе. Вот золотое правило нравственной, духовной жизни. Тогда ты будешь счастлив и долголетен на земле. Вот чего мне хотелось бы пожелать в праздник крещения. В этот праздничный день отец Александр окропил всех участников концерта с святой водой под исполнение детским хором тропаря праздника. Песня. 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 Весенка Детство, детство, детство — это свет и радость. Это песни, это дружбы и мечты. Детство, детство, детство — это краски и радость. Детство, детство, детство — это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Детство, детство, детство — это летний ветер. Парус, небо и хрустальный звон зимы. Детство, детство, детство — это значит дети. Дети, дети, дети — это значит мы. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны 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 смеяться дети и в мирном мире жить. Продолжение следует...